Владельцы дома номер 134 по Затверецкому бульвару областного центра опасаются не только выходить на улицу, но и в принципе находиться в родных стенах. Строение располагается на оживленной дороге. На самом вираже крутого поворота и его территория постоянно становится местом ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Хозяева дома намерены идти до конца в борьбе за безопасность и подключили к решению проблемы депутаты законодательного собрания. Собственники этого частного дома в Заволжском районе уже сбили со счета, в скольких ДТП фигурирует их адрес. Автомобилисты, не вошедших в поворот, вылетают за пределы проезжей части и оказываются в лучшем случае в канаве или полисаднике, а в худшем на их пути встают бетонный фонарный столб или деревья. На этой неделе сетой жительницы дома Надежды Сухорукова произошло очередное ЧП. Кана вот так всю проскочила и вот здесь остановилась. Столб задело, сбило фонарь, все сбило. К счастью, со слов очевидцев, на этот раз обошлось без жертв, но это скорее исключение из правил. Зачастую ДТП у этого смертельного, как его называют жители, поворота заканчиваются куда плачевнее. Несколько лет назад в полисаднике нашел свою смерть очередной невнимательный водитель. Летела машина через дорогу, канал, ограбление. И вот полтора метра, значит, на такой высоте, значит, произошел вот этот несчастный случай за смертельным исходом. Безусловно, хозяева пытались изменить ситуацию, но в данном случае в опасности и участники дорожного движения, и мирные жители. С этой проблемой, как рассказал хозяйке, они пошли к городским чиновникам, но те только развели руками. Пришлось действовать самостоятельно. А меры принимали березки. Вот видите, березки-то они не все. Вот они так у нас вдоль канавы и сидели. Между березками вкапывали резину. И она у нас утрамбовалась, и практически машина не проскакивала. Ну вот, если боком. А вот посмотрите, вот у нас сколько они влетали. Деревья. Вот эта елка стоит, она бедная, израненная вся. Однако решить проблему окончательно такая конструкция не смогла. Аварии здесь все равно происходят. А в этом году за Тверецкий бульвар закатали в новенький асфальт. Машина здесь проносится на огромных скоростях. Просили, не просим, отбойник, когда делали дорогу, положите нам лежачего полицейского. Вот там перед площадью, вот перед нашими домами. Казалось бы, решение проблемы в буквальном смысле на поверхности. Сделать лежачий полицейский и отбойник на пике поворота. Однако дело с мертвой точки пока не сдвигается. Прошла реконструкция дороги. Программа называется «Безопасные и качественные дороги». Первое слово здесь «Безопасные». Мы с вами прекрасно видим, что безопасности нет. Люди реально, ну, постоянно рискуют, можно сказать, своим имуществом и жизнью. Буквально сегодня будет написано официальное обращение на имя министра. Если в кратчайший период не будет предпринятой работы, я выхожу на губернатора. Депутат законодательного собрания обещал вмешаться в ситуацию и придать ускорение решению данной проблемы. Ведь на календаре ноябрь жители Затверецкого бульвара садроганим ожидают прихода зимы, когда на проезжей части будет появляться наледь. А тогда находиться в стенах собственного дома будет еще страшнее. Продолжение следует...